Во Владивостокских автобусах продолжают внедрять новую систему оплаты проезда. Обычный мобильный телефон может выступать как проездной. Оплатить проезд с помощью мобильного телефона просто достаточно. Открыть мобильное приложение и поднести телефон к считывающему устройству. Для того, чтобы совершить операцию по оплате, на мобильный нужно скачать приложение OxiPay в App Store или Google Play. Приложение бесплатное и занимает около 6 мегабайт. Далее следует закинуть деньги на свой баланс. Терминал будет списывать по 23 рубля за проезд. Впрочем, расплатиться в автобусе с помощью телефона можно не только за себя, но и за своих друзей. Чем больше и чем чаще будут оплачиваться безналичным расчетом, тем меньше мы будем кондукторами. В последнее время я уже вижу, что люди моего возраста, чуть помладше, то есть уже запросто подходят, делают оплату. Презентация уникального и пока единственного в нашей стране инвестиционного проекта по оплате проезда в общественном транспорте прошла в конце декабря. Терминалы уже установлены на всех муниципальных автобусах и активно тестируются горожанами. Прежде всего, если человек никогда этого не делал, он это делает при помощи нас, водителей именно. Просто, по крайней мере, это занимает некоторое время, потому что бывает не читает просто, сканер не читает телефон. Приходится пересканировать. Для этого требуется немного времени. То есть, как бы поясняем, что зашел, хочешь оплатить телефоном, места в салоне очень много, подходите заранее. Мы пересканировали, проплата произошла. Между тем, оплата проезда с помощью мобильных устройств – далеко не единственный функционал системы. Также данный функционал актуален для транспортного оператора. Диспетчер имеет возможность отслеживать автобусы в режиме онлайн, их статус. У водителя имеется возможность отслеживать на планшете, который установлен в автобусе, расстояние и скорость до, впереди и сзади идущего автобуса. Таким образом, соблюдая равномерные интервалы движения. Пока что терминалы установлены более чем в сотне автобусах в Папад-1. Коммерческие перевозчики тоже присматриваются к корейскому ноу-хау. Ведь жители нашего города, как обычно, долго привыкают к новинкам. Потому что я считаю, что это для меня не очень удобно. Мне скорее удобнее оплатить деньгами, монетами и купюрами. Не у всех есть, только в 15-х видел и все. А собираетесь, планируете? Ну, если во всех установят, если буду ездить на автобусах, тогда. В ближайшем будущем в автобусах установят кэшбоксы нового поколения. Это внедрение покроет сегмент наличной оплаты проезда в пассажирском транспорте. Также планируется внедрение специальных транспортных пластиковых карт с индивидуальным QR-кодом, которые будут являться пополняемым электронным проездным билетом. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.